всем приветики пистолетики на часах у нас воскресенье по календарю 13 дня утра да мы позавтракали я делала банановые блинчики кстати ничего так получилось это у нас 33 банана лежали никто их не ел они уже все потемнели но когда я шкурку сняла оказалось что они вообще такие как перчики такие прям вообще крутые и в общем мы позавтракали выбрались гулять на старовочку поедем там наверное пообедаем чем-то вкусненьким мы думаем насчет грузинского какого-нибудь ресторана хочется либо хинкали либо хачапури не какого-нибудь а какого-то конкретного просто один узнаем где а ну да как бы там мы точно знаем что есть очень хороший рестик и хочется туда зайти но может мы нагуляемся и захочется нам чего-то другого это еще неизвестно заметь людей нет машины поехали но вообще было до пустая улица все дома откисают наверное от субботы но вчера после бассейна никуда уже не поехали мы как-то так устали даже никуда не пошли завалились спать и все а сегодня с новыми силами выбираемся на прогулочку вот так что берем вас с собой погнали доехали мы до старовочки сейчас гуляем и зашли в грузинский ресторан пытались забронировать место чтобы через час через два у нас был столик но нам сказали что они не резервируют на этот же день но как бы говорят людей не так много так что они думают что через час через два будет свободное место и пока мы тут решили прогуляться смотрите какое красивое здание просто можно реально залипнуть на час до снизу винный погреб там было написано а сверху я не знаю что там виновки в темноте и холоде хранится тоже гуляли я только сейчас реально заметил вот представь вот тут канаты пару штук натянуты но реально как локации за сосед скридами вообще похоже кому что реально но он по окнам залез все в канатикам только не хватает красиво-красиво не первый раз мы гуляем здесь каждый раз как в первый есть что посмотреть сейчас направляемся к этому костелу надеемся он будет открыть открыт и я не знаю может это собор вообще я в этом не особо разбираюсь до этого мы заходили в один маленький костер чик ну там как бы было интересно тоже посмотрели много чего интересного но он не был такой красивый как этот в этом мы были один раз и очень давно года 23 назад и каждый раз когда мы сюда приходим он всегда закрыт поэтому надеемся держим пальчики что он в этот раз будет открыт и мы вам покажем какая красота там внутри смотрите на что мы наткнулись но погоди не так уж много но учитывая то что ты их нигде это лолики боли да вот этого крота я почему-то помню это польский мультик же потому что на интересный так она в старом телике это магазин старых игрушек думаем зайти поглазеть ну идем зайдем они реально выглядят знаешь такое старенько такая за три качелика может зайдем она большая вообще ну кстати нам получилось зайти в этот собор он был открыт огромный просто какие высокие потолки и смотрите как низкая люстра да такая маленькая но какая огромная цепь там в конце очень красивое стекло и я я я я на самом деле очень много чего можно здесь посмотреть и на некоторые картины можно реально или залипнуть на очень долго потому что так много мелких каких-то деталей которые отображают вообще абсолютно разные действия ангел же надпись и не прочтешь конечно как ребята вышли мы из вот этого костела католической церкви я вот такую странную вещь заметил не знаю может мне в комментах кто-то объяснить что это такое зачем это надо но вот три фотографии я сделал это везде это не только их 3 и не только в этой церкви везде это вижу какая-то символика очень странная я не знаю это зачем вообще делается по моему церковь вообще вера проповедует что-то там любовь и все хорошее против всего плохого но что-то слишком много каких-то мразей чертей скелетов и так далее изображено на фресках картинах и так далее выпилена я я не знаю я конечно в этом вопросе не слишком осведомлен но может мне кто-то объяснит что такое потому что цветового я в этом почему-то мало вижу очень как-то странно это все выглядит и вяжется особенно если ты хотя бы чуть-чуть знаешь историю примеру католической церкви да там все вот эти орудия пыток и ситуации с детьми это как-то реально очень странно все выглядит очень странно а этот корабль это не просто корабль это ресторан здесь можно сесть заказать себе место заказать еду и как набирается полный корабль этот корабль отплывает и плывет по реке сколько интересно стоит рейсы в определенное время в 10-11-12-14 каждый час каждый час насколько стоит интересно человека просто просто поехать или это уже с едой какой-то без ничего себе это типа из гданьского вон куда-то я братом назад он наверно по часу потому что видите каждый час отплывает написано поэтому очень интересно я на таком как-нибудь бы конечно прокатилась не коснулась ну только что вы купили билеты надо приходить именно к времени когда он вот смотрите в 10 в 11 12 и снова никто в этот раз включен фонтан мы зашли в грузинский ресторан вот такой атмосферника музыка играет принесли нам на поменю и что у нас хинкали и супы прикуски закуски салаты с гриля соусы алкоголь и разные десерты на никита покажет ну так достаточно атмосферный конец да прикольно люстры классно из корзина сейчас закажем и покажем что нам принесут и так принесли первое блюдо и никита заказал харчо никогда ты не ел да но наверное горячая возьми может чуть-чуть чтоб не обижаться у меня тогда постудим и сразу первое впечатление пахнет на самом деле очень вкусно она должна быть немножко остренькая по что перчик был нарисован в меню очень горячая принесли нам так сказать основное хачапури это у нас будет сыром это с желами зеленью и это у нас обычный у меня курица как-то там по-модному называется он соусе грибном сметанном у никиты свинина с картошечкой запеченная тоже хинкали у краба хинкали и венчик нам принесли вот так все это красиво выглядит супчик был очень вкусный мы уже покушали съели и сейчас будем приступать к этому надеюсь у нас это все влезет нам только что рассказали как правильно есть хинкали и как надо убрать как надкусывать как там сок выпивать что есть что не есть в общем провели нам урок по поеданию хинкали и так сейчас я буду первый раз рассказываю как нам рассказали надо взять за вот этот хвостик перевернуть укусить высосать сок и потом есть дальше пока мы доедаем наши хинкали и тут принесли уже качапури так ребятушки мы уже ложимся спать чем расскажу из новостей из новостей наша костинка что-то себя начала плохо чувствовать сопли горит льется ручьем температура вроде нет да сейчас попьем молочка горячего с медом надеюсь кристинка за ночь пропотеет и все будет хорошо потому что мы не хотим чтобы она болела ну тут потому что худший вариант будет чтобы и болеть идти на работу уже тогда либо больничный брать либо уже туда не болеть надо вот мы тут пока после того как пришли из прогулки посмотрели боруто посмотрели беременно в 16 новый сезон от первую серию поиграли фортнайт в ивент было интересно поставлено интересно что будет завтра новый сезон интересно что там будет в этом новом сезоне жду хочется посмотреть ну вот и все новости на самом деле в ресторане кстати да было очень вкусно я не помню вам рассказывали как там нет было реально очень вкусно вот все блюда которые мы ели все были хорошие кстати харчо мне наверно меньше всего понравилось не но это вкусный супчик но просто остальные блюда были вкуснее очень нежная у кристины было курица сметанием соуса каком-то я такой мягкой курицы наверно когда в жизни не ел реально очень было хорошо ну вот все в общем-то ребята с вами прощаюсь ставьте лайки на канал подписывайтесь обязательно и комменты снизу свои стричите все всем пока